На встрече главы региона и представителей Сбербанка звучат конкретные предложения. Специалисты финансовой организации предлагают, как сделать работу сферы ЖКХ более эффективной. Обеспечить прозрачный денежный поток и рост собираемости платежей может помочь специальная программа БРИС ЖКХ. Она подразумевает единый платежный документ и прямые расчеты со всеми поставщиками услуг. Еще одно предложение – внедрить в городские учреждения и офисы систему эффективного использования топливно-энергетических ресурсов. Первым объектом соцсферы, в котором устанавливается такое оборудование, стал 402-й детский сад промышленного района Самары. Система телеметрии, которая позволяет замерять влажность, температуру и так далее, это очень сильно снижает энергиозатраты, затраты ресурсов. Это одна сторона. А второе, при качественном климате внутри помещения заболеваемость наших сотрудников, она меньше. Новые детские сады, конечно, тоже с самого начала надо смотреть и учиться, собственно, вот на этом примере сейчас. Нам надо эти проектные решения сразу закладывать. Это незначительное увеличение нам средств, вообще копейки, можно сказать, в общей смете, а в следующей эксплуатации, а самое главное – комфортно, здоровье и персоналы, и, что еще важнее, детишек, крайне важно. Еще одно направление – здравоохранение. Центр речевых технологий может внедрить в Самарские больницы новейшую систему, которая позволит сократить время приема в разы. При помощи технологии врач не будет тратить время на заполнение медкарты. Ему будет достаточно наговорить информацию в микрофон, и система автоматически переведет речь в текст. Ряд решений разработан банком и в направлении «Безопасный город». Участники встречи обсудили и развитие кадрового потенциала региона. Представители банка отдельно отметили успешное проведение форума «Иволга», а также заявили о своем желании принимать участие в проекте «Кадросфера», который разработали финалисты конкурса «Лидеры России». Платформа призвана не только помочь работодателям найти профессиональных сотрудников, но и дать возможность соискателям развиваться, обмениваться опытом. Уже 100 предприятий Самарской области стали участниками этого проекта. И тысячи и тысячи жителей Самарской области. На мой взгляд, объединение усилий регионального проекта, который является сегодня, можно сказать, без лишней скромности, одним из лучших в стране и, безусловно, лучшего опыта развития кадрового потенциала Сбербанка, безусловно, даст энергию. Никаких сомнений в этом нет. О кадросфере говорят и в других областях, в администрации президента. И мы с удовольствием включаемся в этот проект. Мы будем участвовать там своими знаниями, своими людьми. И одновременно, конечно, мы тоже следим за талантами, нам тоже нужны таланты. В завершении встречи стороны заключили меморандум о сотрудничестве, который подразумевает реализацию совместных проектов, направленных на создание и развитие кадрового потенциала региона. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События.